Друзья, у меня для вас приятная новость. Теперь голду ввод Блиц можно зарабатывать с помощью приложения Gold for Tanks. Ничего сложного, просто выполняй задания, за которые тебе будут начислять золото. Ну а если ты введешь мой промокод, то получишь 100 голды сразу. Ссылку на приложение и свой промокод я оставлю в описании. Всем привет, дорогие друзья и любители танковых побоев. Сегодня у нас в гостях игрок с ником, не побоюсь этого слова, его ник в общем-то Пидозра. Не знаю, понимаете как хотите, я всего лишь зачитываю ники наших гостей. Итак, друзья, играет наш боец на Есоточке, состоит он в клане PerfectMind, правда вот я не совсем понял, почему-то я так и не смог посмотреть его статистику. По всей видимости, клан Перфекта есть еще и на Евросервере. Если знаете, то напишите в комментариях, так это или нет. В общем, ладно, друзья, давайте смотреть, что же сегодня нам покажет наш Пидозра или как там его ник, я уже забыл, откровенно говоря. В общем, друзья, заезжает наша Соточка на эту возвышенность на центре, на центре направления ТТ светится. Слева светится вафлевод и 268 засели свой петушиный угол. И смотри-ка, наш боец фугасом разгоняет всю эту петушню, уж простите, но по-другому здесь никак не скажет. Вшаривает он на косарик по вафле. 268 пока не тронут. Вообще, ух ты, смотри, выезжает, выезжает. И Ач получает на 682, хорош. Вообще непонятно, что там эти два ПТ-вода забыли. Ведь видели же, что на направлении ТТ, в принципе, никто не поехал, кроме этого бедняги Е75. Кто им будет здесь светить, толком непонятно. Приехали тупо, встали в этот, как я уже говорил, петушиный свой угол и стоят, клювиками щелкают. В общем, ребятки, видим, что на направлении СТ происходит боль, происходит грязь. Наши здесь никак не додавят. Уже два шотных ПТ-водика. Ач, хорош. Вафля отправляется в ангар. И наш герой немножечко продвигается вперед. Уж простите, я немножко сегодня на эмоциях. Итак, смотри-ка, разворачивается, разворачивается наш Е100. И сзади 268 должен... Ух ты, смотри, мстит он. Мстит из инвиза, простреливает по нашей сотке. Отомстил он за то, что наш боец разорвал эту голубять. Не дал он спокойно этим голубкам посидеть, понаслаждаться друг другом. И 268, он, как видим, все-таки отомстил. Нашел он. Нашел прострел и вжарил по кормушке нашему бойцу. Итак, смотри-ка, 54-ка проехала на наш респ, но тут же отправилась в ангар. Кстати, ребятки, как по мне, удивительно то, что наш боец не возит с собой фулл амуницию. То есть, он там что-то одно с собой взял. Я уж не помню, что. Но, в общем-то, он не возит с собой все три, как говорится, ячейки амуниции. Итак, ладно, друзья, что мы видим? Счет пока 4-4. Фланг СТ, естественно, продавлен и уничтожен насквозь. И здесь наши ребятки пытаются что-то придумать, что-то предпринять. Три тяжика осталось в команде зеленых. Со стороны команды красных есть два тяжа и один ЛТ. То есть, у команды красных сейчас явное преимущество по пересвету. Вот мы видим, что одного из наших тиммейтов уже там расстреливают. Расстреливают. Видимо, попал он в засвет. Батик не дремлет. Батик работает. Итак, смотри-ка, наш боец. Ух ты, смотри. Зачехал он здесь ВК-90-01 и аккуратненько выкатывается своими бортами. ВК здесь, смотри, совершает ошибку. Подставляет борт и получает на 635. Шикарно. В моменте реплей немножко подлагал. Я подумал, что это не попадание или еще что-то, но пронесло, как говорится. Это попадание на 635. Смотри, что делает наш С4. Он просто упорото выезжает. Да что ж ты творишь, ИСОК? Ну, кто ж тебя учил так своей советской броней пользоваться? Смотри, получил по себе и теперь только начал задумываться. Ага, что-то я здесь делаю не так. Но уже слишком поздно, друг. Батик, как говорится, не дремлет. Смотри, Бат выезжает на нашего Е100. Посмотрим, что он сможет здесь сделать наш СОТОЧКА. Заряжает фугасик и... Ать, держи на 850 хп. Шикарно. Шикарно. И здесь смотри, что делает наш ПИДОЗР. Он встает бортами. Хотя, если бы Бат был немножечко поувереннее в себе, он бы прокатился и просто поджался бы в борта к Е100. Ну, естественно, как ПИДОЧСОТКА бы ничего сделать толком не смогла. Но то ли еще будет, дорогие друзья. Счет пока 4-5 не в нашу пользу. Наш боец снова выезжает в Батика. Загружает фугас. Но понимает, что фугасом стрелять такое себе. Но вот, к несчастью, и ББшка не залетела. Бат танканул. Справа выезжает ВК 40... О, точнее, ВК 90-0. Короче, ВК 90. И слева еще и Батик выезжает. Ах, вы негодники такие. Есть у нашего бойца шанс выдать фугасом. И да, минус Батчат. Ура! Наконец-то минус этот шустрый негодник. И с 7 тем временем забирает нашего ИСа 7-го. Справа снова выезжает ВКшечка. Ну куда ж ты прешь, дружище? Ну-ка, если надо его здесь забирать. Да, он подставляет свои борта. И за это отправляется в ангар. Ну что ж, туда тебе и дорога. Господин Упаран своими бортами выезжает. Так это, конечно, дорогого стоит. И я надеюсь, что этот поступок послужит этому парнишке хорошим уроком. Ну да ладно, друзья. Тем временем, наш боец, наш пидозра. Уж простите, не могу не произносить его никнейм. Остается 1 на 1 с ИСом 7-ым. Тот ИС 7 явно что-то знает об этой игре. Вот он, кстати, подъехал. Ну-ка, посмотрим. Наш боец заряжает кумысик. Посмотрим, как он будет вжаривать кумысиком. Если, конечно, ИС 7 подставится. Времени еще, в принципе, достаточно. Не сказать, что времени вагон. Но время есть. Как говорится, можно попытаться здесь как-то развести и 7-очку. И самому развестись ненароком. Итак, ребятки. Опа. Семерка подставляется и получает в Бортянку. Но негодник такой и в ответ выдает по нашему бойцу. Благо, что у нашего героя есть огромное, ну не огромное, а такое серьезное преимущество в плане Альфы. Ему ни в коем случае нельзя здесь ДПМиться. Ему нужно вот как раз таки вот так вот и играть. То есть выстрел за выстрел давать. Ты смотри, какая непруха. Наш герой выдал по нему на 800 сперкам. И казалось бы, все. Но и 7 поджег нашего Е100. Ах ты, негодник. И здесь, смотри, у него есть прекрасная возможность добрать его. Но он не пробивает. Боже, как такое возможно. Он лупил голдой и не пробил. Интересно, куда он там попал. Бедный Исток 7. В общем, друзья, вот такой вот бой. Вот такой вот побоище от игрока из клана Перфект Майнд. Я думаю, что он в свой клан не берет каких-то обычных рандомных бойцов. Хотя, конечно, не знаю, можете написать в комментариях, как там у него обстоят дела с его кланом. Но думаю, что бойня, как говорится, того стоит. И вам она понравилась. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. И до скорых встреч.